Здравствуйте! Остались последние денечки до заморозков, и поэтому кто еще не успел приобрести культиваторную технику, и кто еще все-таки будет выполнять земляные работы, может, обратив внимание на тот ассортимент, который сейчас мы вам представляем, в магазинах он, естественно, больше, но надо смотреть, какие задачи вы планируете сделать. Вот первая модель. Двигатель 5,7 лошадиных сил. На нее мы установили плуг, то есть обычно под осень пашут плугом для того, чтобы создать отвалы земли, которые будут собирать влагу. По весне уже можно будет эту землю просто культивировать. Убираем подсосик, даем машине немного прогреться, даем полный газ, выживаем сцепление, и машина поехала. Это культиватор с функциями мотоблока. Эта модель оборудована пневму сцеплением, то есть нет сильного рывка, когда мы выжимаем сцепление. Немножко легковат, взрывается, но плужок тянет, силы хватает, мотор не меняет своего звука, то есть справляется с основной своей задачей. Эта модель культиватора поменьше, у нее уже нет реверса. Конструкция та же самая, цепной редуктор, ременная передача. И выжимаем просто рычаг сцепления, и машина должна поехать. Максимальная ширина захвата у такого культиватора где-то 60 сантиметров. Предыдущая модель может работать с шириной захвата 90 сантиметров. Если хотите, чтобы он взял поглубже, надо придавить носошку, и потом потихонечку передвигаемся. Вот он сел на полную глубину, и после него смотрите, какая хорошая грядочка остается. Эти машины, предыдущие это, рассчитаны для работы на целинных землях. Конечно, вибрации есть, что говорить. Особенно это происходит, когда земля утоптанная, когда работаете с культиватором. Особое внимание нужно обращать на воздушный фильтр, который имеет каждая машина, чтобы он был всегда чистым. Обычно фильтр состоит из двух частей. Это первый предварительный очистки фильтр, он губчатый. Вот за этим фильтром надо особенно тщательно ухаживать. То есть его помыть в мыльной водичке, высушить. Обязательно смазать слегка маслицем, чуть-чуть, прям буквально чуть-чуть, чтобы только пачкал руки. Этот фильтр будет задерживать основную массу пыли, когда вы работаете на земле. Чем чаще вы моете этот фильтр, тем дольше будет служить другой фильтр, более тонкой очистки. Бумажный этот фильтр подлежит только замене. Фильтр должен очень плотно быть подогнан. Вот эта машина, в принципе, для датчиков наиболее оптимальный вариант соотношения мощности, качества двигателя, качества сборки редукторной части. Вот, естественно, цены. Работаем с энтузиазмом на новой технике! Ура!